Вместе со мной в этой студии историк и номинант на звание историк года Инната Лыпша. Доброе утро. Доброе утро. Несколько слов я должен представить нашу гостью. Инната Лыпша уже во второй раз получила вот это звание историк года, историк прошлого 2022 года, но решила отказаться от этого звания и таким образом привлечь внимание к растущим проблемам в публичной коммуникации, исторических исследований, вообще исторической науки в Латвии в целом, о финансировании истории и науки, и о том, как она развивается, историческая, академическая деятельность в Латвии. И об этом мы и поговорим в ходе нашего интервью сегодня. Но, конечно, начать мы должны, вот только что прозвучала справка, да и на календаре, да, 16 марта. Это важный день и важная тема, которую нужно обсудить. Этот день является одним из дней, по поводу которого существуют различные нарративы. Как вы оцениваете, 16 марта, что этот день значит для современного латвийского общества? Не знаю, что это значит для современного латвийского общества, но, например, для меня это значит день памяти тех латвийских солдатов, латвийских солдатов, которые боролись между тем, тоже, которые были мобилизированы в войска немецкой армии, да, так. И они, скажем, жнатичная часть их боролась против коммунистического государства, против Советского Союза за, они так верили, за свободу Латвийской республики, которая была оккупирована в 40-м году Красной армией. Тут вопрос относительно вообще неудобной истории в том или ином государстве и то, как она обсуждается. Как вам кажется, этот вопрос, он в данном случае тоже может быть существовать в различных нарративах. Как бы там ни было, немецкая армия осуществляла оккупацию Латвии вместе с тем, и в рядах немецкой армии огромное количество преступлений военных завершалось в этой связи. Как обсуждается неудобная история в Латвии? Как вам кажется, проблемные темы часто ли затрагиваются и в каком ключе, как они влияют на латвийское общество? По-моему, в последнее время, именно, ну, скажем, последний год, полтора-два года, эти дискуссии, они происходят очень даже часто. У меня такое ощущение, потому что, ну, смотря в социальных сетях, читая, что медиа пишет и говорят, по-моему, даже раз в месяц кто-то обсуждает дискуссии по поводу этой, ну, скажем, этой темы в истории Латвии. Ну, например, вчера была дискуссия в Рыжском замке у президента. Сегодня будет две дискуссии в музее оккупации и потом в музее Латвии Скарамузейс. В том числе, так, я думаю, у меня такое ощущение и уверенность, что в последнее время об этом говорят все чаще и чаще. Какой этот импакт на слушателей, на жителей Латвии, вот об этом я не могу судить. Но как бы сейчас существует такое мнение, что сейчас люди историей интересуются все больше и больше. Не знаю, как достигают ли эти дискуссии. Как вам кажется, почему? Почему история является... В этом, ну, скажем, после 24 февраля прошлого года, это совершенно очевидно, что война России в Украине, это все и производит, потому что у людей, которые как бы немножко знают эту историю, создается ощущение, что она как бы может повториться. и в связи с этим ты хочешь понять, ищут как бы какие-то закономерности или что-то такое, и просто знания о прошлом, они тебе дают материал, с которым что-то сравнить и как бы делать свои выводы. Правильно или нет, это уже другое, но это как бы материал для раздумий. То есть получается, что трагические события вроде войны возвращают человека в историю. Да. И ставят его искать эти закономерности. А что касается академического подхода, развития исторической науки как таковой, своим действием отказывают звания историк 2022 года, что вы в данном случае хотели показать, доказать или сообщить? В чем месседж, в чем послание? Здесь мысль была очень проста. По-моему, сейчас, ну, в последние два года в публичном дискурсе Латвии очень много всяких дискуссий, интервью, романов, фильм, сериалов, в смысле в центре внимания истории прошлой. И это создает у потребителя, у слушателя, читателя такое мнение, что у них там в истории, я думаю, в исторической науке, все, знаете, происходит, они там, ну, просто кипит все. Но и мое это отказание от этого звания было с целью сказать читателям, жителям Латвии, ну, обратить внимание на то, что это, что происходит в публичном пространстве, это коммуникация истории. Это не имеет никакого влияния на ситуацию академической науки сейчас в Латвии. Даже это такое совпадение, что сейчас эта историческая коммуникация истории, она как бы кипит, а вот ситуация в академической науке, она идет на дно, она уже на дне. Вот моя единственная мысль была обратить внимание, и все. То есть количество костюмированных драм еще не показывает уровень владения историей в стране? Да, точно. А вы сказали, что на дне. Почему на дне? То есть и что значит на дне? В чем это выражается? В количестве книг, которые выпускаются, программ в университете исторических, и в чем? Чего не хватает? Можете ли вы этот диагноз уточнить? Я смотрю с того критерий, сколько научных проектов сейчас работают историки. Этот генеральный пейзаж такой. У нас история Латвии, если мы смотрим по писанным источникам, это начинается с 13 века, у нас есть 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, и только тогда 20 век. Сейчас проекты и историки работают только по 20 веку. И в большинстве по второй половине 20 века. Это означает, что у нас нету, у нас как бы вот такая большая дырка в нашем прошлом, если мы смотрим на изучение 13 по 19 век. И результаты таковые, сколько бы там правительство и Сайма не дало бы финансирование, оно до историков не доходит, потому что ситуация вот сейчас такая. А почему только вторая половина 20 века в данном случае на нее выделяется? Как бы у нас сейчас говорят, у нас нету политики истории и так далее, но у нас политика истории существует, например, по регулированию вот этих научных проектов. Критерии у них таковые, что вот эта проблематика, как бы она движет историка на изучение вот именно 20 века. И это в реальности происходит. Мы имеем сейчас пять проектов, не только в Институте истории Латвии, но еще и в Институте философии и социологии, и в Институте литературы, философии и искусства. В смысле, два из этих проектов окончатся уже в июне, и они индивидуальны, это значит, там работают только два историка. В остальных трех, там один проект кончится в этом году, и в остальных там работает сколько, ну, шесть-пять историков, и все по второй половине 20 века. Историк Инната Липша вместе с нами в этой студии, в программе «Домская площадь». Из ваших слов я делаю вывод, что тенденциозность, политизированность в латвийской истории существует. Ну, это как бы мы, это как бы снизу тоже происходит, потому что финансирование истории Латвии вот такое, какое оно есть, это означает, что историк, и в большинстве случаев мы изучаем темы, которые мы любим. Мы не исполняем заказ, как бы, это и от нас происходит. Вот я, например, тоже, мне интересен 20 век, ну, что делать? Ничего не поделаешь. И, ну, как бы, это симбиоз, и, как бы, власть государства заинтересована именно во второй половине 20 века. Ну, и много историков тоже заинтересованы в этом. И, как бы, вот эти остальные века, они, как бы, там, фундаментальное постоянное исследование невозможно из-за финансирования, и поэтому им очень трудно, как бы, писать проекты и получать деньги, потому что там нужны команды. У нас нет индивидуальных грантов, но для этого периода истории с 13 по 19 века там бы очень важны были эти индивидуальные гранты. Я вас понимаю, то есть, условно говоря, поправьте меня, если я не прав, я попытаюсь свое понимание описать процесс существования академической истории на данный момент в Латвии. То есть, условно говоря, понятно, что история, история Латвии, она насчитывает века. В этой связи история культуры, народа и того, что происходило на этой территории. В этой связи складывается ситуация, при которой выделяются деньги на изучение второй половины 20 века, а остальные другие века оказываются, ну, так сказать, ускользнувшими из вот этого существования, что ли, финансирования, и таким образом не уделяется им достаточное внимания на изучение. Правильно я понял? Да, так. И что делать в этой связи? Вот президент страны предлагает создать институт коммуникации по исследованиям в области истории. Он как-то изменит ситуацию или нет? Как вы оцениваете эту идею? По-моему, это не изменит, потому что этот институт исторической памяти, он направлен тоже на историю в большинстве второй половины 20 века. И мое личное мнение, что не надо создавать, в смысле, я бы сказала так, окей, мы можем создать институт, но никакого института категорически без академических исследований никакой коммуникации не может быть, потому что коммуникация должна базироваться именно на новых знаниях, которых производит историческая наука. И если нет новых исследований, тогда, ну что это такое, что будет это за коммуникации? Поэтому я бы сказала, что финансирование должно идти в тесном сотрудничестве с академической наукой. Никакой коммуникации, если нет новых знаний. Что мы будем там коммуницировать? Час назад мы говорили с учителями, каждый день мы говорим с медиками, мы знаем, какая ситуация в структурах Министерства внутренних дел, то есть все говорят о финансировании. Такое создается впечатление, что у политиков это некоторый способ управления. Вот мы вам дадим, а вам не дадим, и таким образом будем развивать, либо не развивать ту или иную среду. Обязательно ли в данном случае, то есть финансирование, простите за такой наивный вопрос, ну а как-то вот без денег нельзя развивать аудит? Без денег, конечно, нельзя, но что можно? Можно пересмотреть, как бы аудит сделать. Да. Аудит сделать и посмотреть, как, где, ну, утекает, например, финансирование, с так называемого базисного финансирования науки. Потому что я знаю, например, в институте философии социологии, ну, там с этого базисного финансирования научный сотрудник получает, знаете, смешные деньги, потому что это финансирование как бы по пути, и я имею в виду университет Латвии, наверное, на административном уровне, там отпадают очень большой процент этого финансирования, большинство отпадает. Просто это финансирование не достигает людей, которые изучают, там, например, ну, религию, философию, историю и так далее, где пропадают по пути эти деньги. Там нужен аудит. Или нужно сделать, ну, как бы грозами в регулировании, чтобы отнять, например, у университета и других высших заведений это право самим определять, сколько процентов они ставят на административном уровне и сколько отдадут людям, которые работают в науке. Ваш отказ от этого звания, историк 2022 года, он запустил обсуждение или нет? Вы чувствуете, что это действие, оно, как бы, сейчас привело к желаемой задаче обсуждать то, как необходимо менять подход к финансированию науки? Я еще не слышала таких дискуссий или таких предложений, но я бы сказала, что, ну, надо и самим, ну, историкам, научным сотрудникам, как бы, тоже, ну, написать свои предложения. Как ваши коллеги отнеслись к вот этому решению вашему? Ну, позитивно, знаете, по дороге на вашу передачу. Я в Нарвесе не купила журнал «Домузаимоси», у кассы, мне молодой человек сказал, я смотрю, он говорит, извините, вы ли Инната Липша? Я сказала, да. Люди пожимают руку на улице. И сказал, спасибо, что вы это сделали. Так что, ну, наверное, как бы на таком метафорическом, символическом уровне. История создает нарративы вокруг страны, довольно понятная, да, такая фраза-клише, но вместе с тем, как вам кажется, вот вы упомянули о том, что есть некоторые целые века, которые не еще ждут своих исследователей вместе с тем своего финансирования. Вы занимаетесь ролью женщины, одна из тем, которой вы занимаетесь в исследовании, это роль женщин в латвийской политике. Какие темы кажутся вам необходимыми для исследования современной научной, академической мыслью в истории? Очень много тем, ну, если смотреть так генерально, не на мои темы, но, например, колониализм, империализм, там, agency, аутономия человека, ну, как она выражалась в разных веках. И очень много тем, например, истории социальных групп, маргинальных групп, например, люди, ну, например, матери, история матери и ребенка, или история мужчин, или, ну, например, очень много мы можем социально, как бы, труцы и газы, ну, не имущества. Недостающие. Ну, как бы, вы имеете в виду... Да. Все, например, история гомосексуалов тоже, я изучаю и это. Ну, тем очень и даже очень много. А в завершении нашего разговора, а когда академическая наука, она спускается в школы, там, как вы оцениваете преподавание? Достаточно ли самих себе материалов, учебников? Об этом я могу судить только, судя по тому, ну, по фактам, которых, ну, например, учителя истории, ну, как бы, выражают в публичном пространстве, потому что у меня нет личного такого знания. Я вас понял, да. Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Вместе с нами в этой студии была историка и номинант на звание историка года Инта Лейпша. Мы завершаем нашу программу на сегодня. Благодарю вас за то, что провели это утро вместе с Домской площадью. Домская площадь. С добрым утром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова